Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Осталось сделать буквально еще несколько рывков и уйдем на выходные, чтобы переварить тот фундаментальный фон, который буквально сыпался нам на голову в течение всей этой торговой пятидневки. Ну а на следующей неделе уже вернемся с новыми силами к финансовым рынкам. Будут новые, разумеется, макроэкономические поводы, новая статистика, но вот что касается идей, уверен, они останутся старыми, потому что в целом у нас достаточно оснований в пользу того, что они сделаны правильным, скажем, мы поставили правильные цели, и, соответственно, стоит лишь продолжать придерживаться прежних трендов и реализовывать те длинные, затяжные, долгосрочные инвестиционные идеи, которые вот-вот многие из них действительно коснутся своих тейк-профитов. Что касается сегодняшнего брифинга, разумеется, сценарий прежний, по ходу произнесу кодовое слово, оно поможет вам увеличить покупательскую способность вашего депозита для того, чтобы воспользоваться этим бонусом на пополнение. Достаточно связаться с вашим персональным менеджером и потребовать его получения. Бонус будет действовать до завтрашнего брифинга, то есть до завтрашнего утра. Ну и, собственно, давайте переходить к нашим традиционным вступительным активам. Я думаю, что вы все знаете, что речь идет о российской валюте и нефти. И начнем, конечно же, с нашего драгоценного бренда, который сейчас является серьезным негативным моментом для динамики рубля, потому что рубль сыпется вслед за нефтью. Вчера, что касается общей фундаментальной картины, разумеется, нефть, так же, как и прочие инструменты, рисковые инструменты, предвкушало макроэкономическую статистику и, скажем так, да, предвкушалось. Потому что вчера по бренду мы увидели не просто продолжение такой же постепенной последовательной коррекции, вчера мы увидели серьезный такой пролив, который отправил бренд сначала в район ниже 48, потом 47,50, потом поддержка 47 и в итоге закрытие даже еще ниже. Текущие актуальные котировки уже позволяют нам говорить о том, что 47 – это сопротивление, которые являются, может быть, целью для побычи настроенных трейдеров. Но, учитывая, как нефть валится в последние дни, я считаю то, что гораздо проще и, наверное, правильнее сейчас сделать ставку на возможность снижения бренда даже в район 45. Напомню, что это наша среднесрочная цель, а точнее даже долгосрочная цель, потому что лично даже я не представлял, что бренд сможет так сильно потерять на фоне того фона, который на самом деле не сильно меняется за последние торговые сессии. Мы обрисовываем и обозначаем прежние фундаментальные перспективы и в качестве факторов, в принципе, анализируем тот самый фон, который актуален уже для нефти на протяжении последних нескольких месяцев. Но, учитывая то, что бренд вчера оказался под таким серьезным прессом, значит, разумеется, были локальные факторы, оказавшие в итоге такую определяющую роль в поведении черного золота. Разумеется, идея. О чем мы говорим? Мы говорим о избыточном предложении и делаем это практически каждый брифинг. Мы говорим о том, что это предложение никак не может найти соответствующий спрос. Мы говорим о том, что вот эта диспропорция и дисбаланс будут актуальны для рынка энергоресурсов еще в течение длительного периода времени. Тем более, что касательно спроса у нас нет положительных ожиданий в связи с тем, что мы констатируем слабость еврозоны, очевидную слабость Китая, мировой экономики. А вот что касается предложения, напротив, у нас есть аргументы, которые в целом позволяют нам сделать еще больший перевес в сторону избыточного предложения, поскольку мы готовимся к тому, что на рынке энергоресурсов появятся дополнительные поставщики. Прежде всего, речь идет об Иране, о новых объемах поставок после снятия финансово-экономических санкций. Но вот вчера еще стало ясно, что не только Иран, но и Ирак сангоры готовы, соответственно, увеличить объемы производства нефти. И если это действительно произойдет, то, соответственно, рынок черного золота, рынок энергоресурсов будет находиться в еще более сверхизбыточном предложении, которое по-прежнему не будет находить соответствующего спроса. Поэтому нефти сейчас на самом деле нечего даже заложить в фундамент потенциального роста, потому что каждый новый новостной повод, касающийся перспектив этого актива, указывает на то, что черное золото будет дальше тяготеть к более низким значениям. И я не удивлюсь, если мы увидим 45 долларов за баррель, может быть, уже к середине следующей недели. Если это произойдет, разумеется, нужно делать параллельную ставку на девальвацию рубля. И сейчас даже не стоит обозначать 67-68, можно смело смотреть на более глубокие витки девальвации, потому что в случае сохранения такого коррекционного тренда по нефти, в частности, за вчерашнюю торговую сессию Brent потерял даже несколько процентов, разумеется, такой же серьезный прессинг будет оказан и на рубль. Поэтому сейчас у нас по российской валюте, разумеется, в качестве сопротивления маячит уже значение 70. Я думаю, что без поддержки Центрального банка, который, разумеется, продолжает курить в сторонке, сейчас вообще нет никаких надежд на то, что рубль сможет отбить несколько, скажем, пунктов, несколько десятков пунктов у своих основных конкурентов, соответственно, доллара и евро. Что касается нефти, вчера, помимо того, что, разумеется, основной тренд на рынке формировался по причине и в ожидании, скажем, основных макроэкономических данных из США, данные по инфляции и протоколам, разумеется, идея с потенциальным ростом доллара была использована в качестве еще одного фактора давления на позиции черного золота, поскольку нефть является очередным представителем рисковых инструментов. Также была сделана ставка трейдерами по нефти на Китай. Мы знаем, что с начала этой недели шанхайский композитный индекс снова оказался в таком затяжном коррекционном пике, в частности, в авторник потерял 6%. Вчера торговую сессию мы начали с осознания того, что этот коррекционный тренд сохраняется, и композитный индекс потерял еще 3%. То есть за 2 дня практически 10%. Правда, к концу торговой сессии все-таки трейдерам удалось вывести индекс в положительную зону, закрыться с небольшим плюсом, но ни для кого не стало, скажем, откровением тот факт, что устойчивость к китайской финансовой системе продолжает оставлять желать лучшего, а то, что происходит сейчас, в том числе и на китайском фондовом рынке, это еще один фактор серьезной дестабилизации экономической системы, что провоцирует трейдеров и инвесторов на ожидание еще более глобальных рисков, которые пойдут, скорее всего, со стороны Китая. Напомню, что прошлая неделя была отмечена действиями Народного банка по девальвации валют, это также неспроста, и еще раз этот фонд нужно использовать как констатацию более глубоких системных и структурных проблем, характерных для экономики Поднебесной. Поэтому Китай сейчас выступает одним из, наверное, по статусу Китаю, сейчас можно отвести вторую роль в качестве главенствующих факторов, оказывающих серьезное давление на позиции черного золота. То есть сначала это переизбыток, второе это уже Китай, опять же, нет надежды сейчас увидеть более оптимистичные показатели в плане восстановления, поскольку последний макроэкономический фонд, еще раз напомню, промпроизводство и розничные продажи с капиталовложениями, лишь только усугубили общую картину и впечатление о возможных будущих темпах экономического прироста. А в целом Китай идея номер два, которая будет бить по позициям черного золота. И вчера также, скажем, десертом дня для черного золота выступила уже статистика по запасам нефти США. И если прошлые три недели мы констатировали вместе с американскими статистами снижение запасов, что по идее должно было стать фактором поддержки для нефти, но таковым не стало, то вчера мы увидели, что запасы не снизились, а увеличились по сути на 2,6 миллиона баррелей. И вот этот фон оказался практически под закрытие вчерашней торговой сессии самым, наверное, ключевым локальным фактором такой активной разгрузки, которую мы наблюдали как по бренду, так и по марке WTI. Поэтому сейчас я думаю, что у нас есть все основания делать ставку на резонирующий эффект этих макроэкономических данных. Есть основания по-прежнему держать в голове тот фон, который мы обозначили в слабости по нефти. И значит, можно планомерно снижаться вместе с брендом к следующей цели, которая у нас, исходя из моих прошлых прогнозов, находится на уровне 46. Напомню, что 47 мы ставили раньше, эта цель уже достигнута, эта идея реализована, но пока не пересматриваем, не разворачиваемся, скажем, по бренду, а продолжаем делать ставку на еще большую коррекцию. 46-45 вот туда пока и метим. Российская валюта, разумеется, совершенно очевидна, сейчас осталась без поддержки и российского мегарегулятора. Российской валюте также не удается использовать позитив, связанный с налоговым периодом, а может быть, она даже и не пытается, потому что есть, соответственно, нивелирующие факторы, связанные с исполнением долговых обязательств перед зарубежными критерами. Поэтому, по сути, действительно факторов поддержки нет. Вмешательство Центрального банка, разумеется, может исправить ситуацию, но этого вмешательства сейчас нет. Я не думаю, что ЦБ будет ни с того ни с сего вмешиваться на уровне 67, 67,5 или 68. Скорее всего, есть, скажем, сакральные значения рубежи, и если этим значением не оказался уровень потерь рубля против доллара, скажем, в районе 65 рублей за доллар, может быть, теперь стоит делать ставку на то, что если уж ЦБ и будет вмешиваться в текущую ценовую конъюнтуру на российском валютном рынке, это произойдет не раньше, чем достижение уровня 70 рублей за 1 доллар. Пока туда полномерно рубли двигаются, учитывая те активные потери, которые несет бренд, разумеется, этот уровень также может оказаться достигнутым уже в самый короткий срок. Если раньше, скажем, неделю назад, может быть, две недели назад, 70 еще, не каждый даже аналитик, трейдер и инвестор допускал то, что, может быть, это значение за столь короткий промежуток времени достигнуто. Но на фоне, опять же, актуальных потерь, сейчас котировки практически недалеко от уровня 67, я считаю то, что, в принципе, рублю, опять же, на фоне того фундаментального негатива, который характерен сейчас для российской экономики по причине снижения цен на нефть, ну, ничего не стоит, чтобы отдать основным конкурентам еще несколько, скажем, процентов собственной стоимости. Поэтому по рублю делаем ставку сейчас краткосрочно 68, точнее, краткосрочно все-таки, давайте, не буду отказываться от своей идеи, налоговый период еще не завершен, четверг, пятница, понедельник, вторник, по сути, четыре торговых дня. Может быть, все-таки экспортеры смогут оказать поддержку через конверсионные сделки рублю, через повышенный спрос на рублевую ликвидность, но пока этого не происходит. Поэтому краткосрочно все-таки отдам дань уважения рублю и отмечу, что при возможности использования этого фона рубль сможет отбить немного пунктов у своих конкурентов. Но если мы увидим, что ко вторнику, когда будет, собственно, завершаться налоговый период, разумеется, рубль никак не отреагирует на это хотя бы каким-то позитивом для себя, значит, закроем эту тему и к налоговому периоду, наверное, пока вообще не будем возвращаться, потому что если и этот период не окажет поддержку рублю, получается, что за последние три месяца мы вообще не наблюдали того, что эти конверсионные сделки могут, скажем, противостоять фундаментальному фону, связанному со слабостью нефти. Поэтому, может быть, даже в следующем месяце мы уже и не будем обозначать возможность налогового периода как потенциального фактора поддержки для рубля. В целом, сейчас рубль ориентируется на нефть, ослабление нефти провоцирует девальвацию рубля. Цели ясны и по первому, и по второму активу. Поэтому давайте переходить теперь к европейской валюте против доллара. Откройте графики и посмотрите. Вчера, разумеется, мы самый большой упор сделали на макроэкономическую статистику из США. Напомню, что это были данные по инфляции и ожидание, конечно же, протоколов последнего заседания Федерального комитета по открытым операциям на финансовых рынках ФРС США. То есть это минутки ФРС. Ожидали то, что на фоне последних макроэкономических отчетов, которые были преимущественно в позитивном ключе, у представителей ФРС будет достаточно оснований, чтобы добавить на рынок хоть какой-то конкретики по срокам повышения процентной ставки. Поэтому с самого начала рынок фокусировался сначала на отсчет по инфляции. Напомню, что, хотя давайте про статистику мы все-таки американскую поговорим тогда, когда перейдем к перспективам пары доллар-японской иены. Что касается евро, здесь просто нужно понять, что вчера у нас была весьма волатильная торговая сессия. Несколько инфоповодов, которые появлялись на рынке, создавали разнополярную динамику. Сначала это решение Бундестага, собственно, одобрить третий пакет финансовой поддержки для Греции. Но эта тема уже избита. Все равно евро снова использовал ее позитивным образом для себя. Мы увидели восходящее движение на 30-40 пунктов. После этого евро стал снова корректироваться, опять же, в предвкушении и в ожидании хороших данных по инфляции. В принципе, именно таковыми они и оказались по инфляции в США. Евро оказался под давлением, пошел вниз, соответственно, снова замаячили наши цели, которые были поставлены в районе 1-10 и даже открывалась возможность для еще более глубокой коррекции. Но все-таки ключевое событие было еще только впереди. И это события протокола, которые, собственно, снова изменили локальный тренд и оказали поддержку европейской валюте всем рисковым инструментам буквально, ну, кроме нефти, против американского доллара. Сейчас, опять же, последние макроэкономические данные, как я уже сказал, являются по США, по рынку труда и по недвижимости. Это действительно факт очевидного улучшения. Данные по инфляции остаются сейчас, наверное, последним камнем преткновения, препятствием, заставляющим ФРС постоянно переносить сроки повышения процентной ставки. Поэтому, учитывая прогресс двух секторов, которые я обозначил, кроме сейчас инфляции, разумеется, к протоколам мы подошли с достаточным арсеналом убежденности в том, что ФРС может оказать поддержку позициям национальной валюты. Теперь плавно давайте переходить на доллар японского иена. Что касается евро-доллара, еще, я думаю, определенные выводы можно будет сделать после того, как мы полностью подведем итоги макроэкономической статистики по штатам. Но забегая вперед, скажу, что даже несмотря на локальный рост, который, в принципе, отправил пару к достаточно высоким рубежам и значениям, это даже сегодняшний локальный хай на азиатской торговой сессии 1.11.50, но сейчас мы видим, что пара корректируется. Я думаю, что, опять же, прежние идеи становятся определяющими. Рынок снова проанализировал весь фундаментальный фонд вчерашнего дня и понял, что оснований отказываться от прежних инвестиционных идей на рынке по-прежнему нет. Что касается протоколов, разумеется, они нас интересовали с точки зрения возможной конкретики на сроки повышения процентной ставки. Что касается оснований для подобных ожиданий, они присутствовали, как я уже сказал. И мы надеялись, что представители ФРС все-таки не будут томить и, разумеется, анонсируют, может быть, хотя бы какие-то сроки, касающиеся каких-либо изменений в монетарной политике. Но, к сожалению, этого не произошло. Протоколы, несмотря на созданный интерес к рынку на повышенную волатильность, по сути, были абсолютно безрезультатными и бесполезными. Рынок так и остался в неведении, рынок так и остался с идеями касательно повышения ставки, ужесточения монетарной политики в подвешенном состоянии. Неопределенность на рынке сохраняется. И мы до сих пор гадаем, когда же все-таки поступит, собственно, когда же все-таки ФРС анонсирует столь долгожданное решение, касающееся повышения как-то срочных процентных ставок. И если это произойдет, а произойдет, я уверен, в ближайшее время, это станет первое повышение за последние 10 лет. ФРС обратил внимание на данные по инфляции, отметив то, что риски того, что этот показатель будет находиться на низких уровнях, они по-прежнему присутствуют на рынке. ФРС очень много уделил внимания слабости мировой экономики, коснулся ситуации в Китае. И это было очень странно, потому что протоколы должны касаться исключительно экономических данных и экономической ситуации в национальной экономике. Но 70% всех комментариев, которые мы услышали, увидели по факту протоколов, они относились на те риски, с которыми может столкнуться американская экономика по причине слабости мировой экономики в целом и слабости Китая, о чем мы, в принципе, уже говорили. Пропустили мы отчет по инфляции, давайте вернемся к нему. Он был опубликован до протоколов, и в целом мы увидели то, что годовой показатель вырос второй месяц подряд, то есть уже с нулевых значений, и поднялся до рубежа 0,3%. Потребительская инфляция растет еще более, скажем, определяющими темпами. В целом, два месяца роста пока не позволяют нам говорить, конечно же, о тенденциях. Нужно дождаться еще немного времени. Но рост все-таки объективен, и этот рост мы наблюдаем даже несмотря на слабость цен на энергоресурсы. Я считаю то, что повышение показателя индекса потребительских цен, достижение его уровня 0,2% можно рассматривать как неплохое основание для того, чтобы в целом индекс стал стремиться к своим целевым значениям, целевому диапазону в 2%. И, быть может, это произойдет уже в перспективе полутора-двух лет. Я считаю то, что, опять же, вчерашний макроэкономический фон и, прежде всего, данные по инфляции позволяют нам с еще большей уверенностью говорить касательно того, что ФРС может проявить решительность уже в этом сентябре. Если бы по факту вчерашних протоколов мы получили четкое подтверждение того, что на повышение процентной ставки не стоит надеяться в сентябре, может быть, также мы изменили бы свое позиционирование на рынке финансовых активов. Но поскольку этих комментариев, подобных комментариев не последовало, значит, опять же, вероятность повышения ставки в сентябре остается, а значит, сохраняется актуальность наших инвестиционных идей. Если мы посмотрим на как раз текущие котировки, видим то, что евро уже отбивается от локальных максимумов. Соответственно, доллар, японская иена, которая вчера провалилась до уровня 123.70, уже пытается снова закрепиться выше 124 иен за доллар. Я думаю, что ей удастся это сделать, потому что рынок, опять же, фокусируется на прежних ожиданиях, поняв, что протоколы никакой конкретики на рынок не добавили. Поэтому я снова актуализирую идеи по европейской валюте против доллара. Эти идеи связаны с возможностью коррекции евро, опять же, по причине ожидаемого роста доллара и по причине возможных мер экономического стимулирования со стороны ЕЦБ. Это долгосрочная идея. И возможность возвращения ниже уровня 1.10 я обозначаю как весьма высокую. Что касается доллара и японской иены, сейчас закрепимся выше 124, соответственно, дальше цель будет 125. Хочу предложить вам также ориентиры от Морган Стэнли, которые после вчерашних протоколов, даже несмотря на слабости американцев, в принципе, согласны с той позицией, которую я сейчас обозначил, и считают то, что в перспективе трех месяцев пара доллара и японская иена сможет добраться до уровня 128. Значит, три месяца и по 100 пунктов, по сути, за один период в 30 дней – это неплохие ориентиры и ожидания. Эта идея полностью, скажем, сходится с теми ожиданиями, которые мы поставили для рынка и по этому тандему валютных активов. Поэтому, даже несмотря на слабость вчерашнюю, я считаю то, что пересматривать свои ожидания по доллару не стоит. Оснований для роста по-прежнему больше, чем предостаточно, а значит, присутствует и основание долгожданного ужесточения монетарной политики вот уже буквально через несколько недель. Сентябрьское заседание уже не за горами. Присутствовали, конечно, и другие активы, к примеру, австралиец против доллара USDCAD, которые даже по факту вчерашних протоколов не собирались отказываться от тех инвестиционных идей, которые мы поставили давно. Австралиец против доллара на актуальной котировке 0,7344, по сути, вчерашняя торговая сессия не отличилась какой-то повышенной волатильностью. Австралиец продолжает находиться под давлением и снижается к той среднесрочной цели, которую мы поставили. Это уровень 0,73. Соответственно, в качестве дальнейших ценовых ожиданий я считаю то, что эта пара будет находиться под давлением. Опять же, мы готовимся, возможно, к новым мерам экономического стимулирования. Пока, конечно, сейчас я не хочу обозначать сроки, это неизвестно. Но основания для того, чтобы поддерживать экономику через столь радикальные инструменты, они по-прежнему присутствуют. Ключевой фактор – это все-таки снижение цен на сырьевые товары, на железную руду, на энергетические уголи, от которых зависит австралийская экономика. USDCAD по причине снижения цен на нефть также продолжает двигаться вверх. В частности, актуальные котировки 1,3110. Наша ближайшая цель снова пока возвращение в район 1,32. Но я считаю то, что это также будет перевалочный пункт. И дальше мы пойдем еще выше. Поэтому весь тот фон, все эти ожидания, ценовые ожидания по основным валютным активам, они все остаются в силах. Продолжим следить за статистикой. Сегодня, в частности, из основных событий стоит отметить выступление Вильямса. Буквально конференция начнется через несколько минут. И вообще после протоколов мы услышим позицию многих представителей ФРС. Я думаю, что эта позиция будет смещать ожидания рынка на возможность более жестких комментариев или, может быть, даже повышение ставки уже в сентябре. Первой ласточкой таких комментариев уже оказался Денис Локвард. Я напомню, что мы возвращались к его комментариям еще на прошлой неделе. И он ясно дал понять, что, в принципе, абсолютно уверен в том, что уровень инфекционного давления будет тяготеть к своим целевым показателям. А значит, уже в сентябре он отдаст свой голос в пользу повышения краткосрочных процентных ставок. Сегодня послушаем Вильямса. Но я думаю, что это выступление может оказаться как раз позитивным фактором для доллара. Потому что Вильямс также один из представителей и сторонников того, что лучше уже начинать разгонять краткосрочные процентные ставки. Также в 11.30 нас ждут данные по ручной продаже в Англии. Я считаю, что этот отчет может оказать, конечно же, краткосрочный эффект на динамику британской валюты. Но только краткосрочный эффект. Потому что долгосрочные идеи у нас связаны с отложенным сроком повышения процентной ставки. И неясными перспективами повышения инфляции, достижения инфляции в рамках Англии 2%. Хотя перспективы, вроде бы как, ясны не раньше третьего квартала 2017 года. Но если этот процесс затянется, я думаю, что для фунта это будет лишь еще один фактор и причина фундаментального давления. Если ручные продажи будут неплохие, краткосрочно это может стать причиной усиления позиций британца. Но потом, как ни крути, крупные инвесторы все равно будут возвращаться к прежним идеям, которые легко в перспективе могут отправить пару фунт-доллар ниже уровня 1,55. Ну и, конечно же, традиционный отчет четверга – это заявки на пособие по обезработице в США. Если посмотрите на прогнозы, нас ожидает еще один хороший отчет, точнее, американскую экономику по рынку труда. Число заявок держится ниже 300 тысяч, а значит, по-прежнему делаем серьезную ставку на продолжающееся восстановление всего сектора. Данного сектора американской экономики. И еще один потенциальный позитив для доллара. Что касается кодового слова на сегодня, это ставка. Напоминаю, что величина бонуса 6%, и этим бонусом можно воспользоваться буквально до завтрашнего брифинга. Вопрос есть? Да, Артем, у нас буквально остается 2 минуты, но, тем не менее, очень интересный вопрос. 19 августа был хорошим днем для золота. Оно обновило недельный хай. Стало ли это сигналом для открытия лонгов по данному инструменту? Стоит ли ждать более сильного восстановления после продолжительного веке? Если да, то что может стать катализатором роста? На Ваш взгляд, в такой неоднозначной экономической ситуации в мире будут ли ведущие экономики наращивать золотые активы? Или же они пока предпочитают американскую валюту в качестве резерва? Да, в качестве резерва все равно все предпочитают пока американскую валюту. Что касается целей, то до тех пор, пока мы не перевалимся за сентябрьское заседание, которое обещает быть интересным с точки зрения повышения процентных ставок, я считаю то, что на золото вообще сейчас не нужно обращать внимания. И уж тем более не нужно обращать внимания с точки зрения занятия длинных сделок. Потому что нужно прекрасно понимать и отдавать отчет, скажем, неправильности этого инвестиционного решения, если ФРС все-таки объявит об ужесточении монетарной политики. Золото серьезно сдаст. И сдаст потому, что в последнее время, это уже несколько лет, на золото не обращают внимания даже институциональные трейдеры. Почему? Потому что в отличие от других активов, золото не может, скажем, похвастаться дивидендной доходностью, не может похвастаться процентным доходом. Делать ставку только на номинальное увеличение массы сейчас совершенно неправильное инвестиционное решение, тогда, когда на рынке присутствуют более перспективные и выгодные активы. Что касается роста, то, опять же, он сейчас больше связан с решением, либо присутствующими ожиданиями того, что ФРС может снова отложить это долгожданное решение по повышению процентной ставки. Но это может быть очередным рыночным заблуждением. И когда в сентябре, собственно, будет анонсирована бомба, к которой, в принципе, мы готовимся, ну или до конца декабря, уже отказываться от длинных идей будет трудно, потому что многие будут находиться, опять же, в этом активе, ожидая то, что золото может оказаться еще выше. Я считаю, что лучше ошибок не совершать прямо сейчас, и если уж занимать какие-то позиции по золотому активу, то только после сентябрьского заседания. Но если уж прям совсем не мерз, я считаю то, что золото будет сохранять понижательный тренд и сможет даже вернуться в перспективе 7-8 месяцев даже к уровню 1000 долларов за унцию. Большое спасибо за вопрос. Соответственно, ждем дополнительных комментариев и вопросов на нашем официальном канале на YouTube. Оставляйте их под видео окном. Всего доброго. До свидания.